привет дорогие сплетники добро пожаловать обратно на мой канал меня зовут антон с и на этом канале пьем очень много кофе а еще мы очень много сплетничаем вчера вылетал из милана и в аэропорту приезжаю погружая вещи и какие-то абсолютно кошмар лишие новости начинают лететь отовсюду в миллион людей пишут мне антон срочно посмотри умер алексей навальный состояние настолько шока такой безысходности какой-то полнейшей фрустрации полнейшего неверия я никогда не думал что смерть этого человека в гонит лично меня в состояние что когда практически слезы на глазах я знал что его постоянно и знали об этом все постоянно штрафные изоляторы более 27 раз в штрафных изоляторах то есть человека систематически убивали но я всегда верил я всегда думал что они знают что они делают и что как бы ситуация не повернула они контролируют его состояние и они не позволят ему умереть убили конечно убили началось того что смерть наступила в 1417 по их местному тому самому времени это ямал ненецкий автономный округ сделали официальное заявление 16 ноя 2 2002 4 года в исправительной колонии номер 3 осужденный навальный после прогулки почувствовал себя плохо практически сразу потеряв сознание незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения была вызвана бригада скорой медицинской помощи проведены все необходимые реанимационные мероприятия которые положительных результатов нет дали врачи скорой медицинской помощи консортировали смерть осужденного причины смерти уточняются сразу после этого появилась информация что причина смерти алексея навального это оторвавшийся тромб здесь начинается сразу к это куча непонятные несостыковок медики которые сообщили что ехали к навальному меньше 7 минут хотя расстояние от больницы до колонии почти 35 километров общее время за которое бригада приехала к оппозиционеру взяла менее 10 минут цитата прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия которые уже оказывали медики колонии и проводили более получаса однако пациент скончался так рассказали в больнице я напомню расстояние между городом лабетнаги и колонии 35 километров и согласно google maps это 36 минут должно быть езды начали вот эти вот спекуляции на тему что медики в принципе были в соседнем городке где теоретически за 15 минут можно было доехать но опять же у меня здесь никакого доверия не вызывают слова потому что элементарно несостыковка временная не продумали они сразу вывалили эту всю информацию слишком много вопросов интересная ситуация по поводу оторвавшегося тромба как пишет смешно что в сеновске опытные медики сразу говорили про тромб навального и уже сумели навязать этот бред всей мировой прессе диагноз тромб очень удобная штука с помощью этого страшного словечка в тюрьмах скрывают истинные причины смерти тромбозов и тромбоэмболий штук 20 начиная от тромбоза воротной вены продолжая яремной и так далее по основных признаков вроде отекания стоп локальных посинений и кроножных судорог диагностировать невозможно реальный ответ дают только доплерография и гамма стезиограмма но и тут нюанс интересный нюанс почему удобно для тюрем российской федерации использовать диагноз тромб достаточно выдержать тело всего два часа после смерти чтобы никакая доплерография уже не смогла бы ничего разглядеть панатомическое вскрытие тоже бессильно то момент когда можно будет вскрыть человека посмотреть является ли тромб действительно причиной смерти человека вся кровь превращается в один сплошной тромб то есть все что нужно это два часа выдержать не проводить вскрытие и если нет сопутствующих симптомов которые говорили бы о том что человека действительно оторвался тромб вы это никогда не узнаете и повторюсь именно по этой причине чаще всего используется в российских тюрьмах диагноз тромб цитата приезжаем уже на погибшего человек фельдшер рассказал как происходит смерть при тромбоэмболии от которой якобы умер навальный в случае тромбоэмболии у пациента врач скорой помощи может сделать предварительный вывод о диагнозе по внешним проявлениям однако в таком случае всегда надо проводить вскрытие так сказал один из фельдшеров от фельдшер точка ру дмитрий беляков комментируя сообщение о смерти алексея навального первое проявление тромбоэмболии это очень сильно учащенное дыхание вплоть до 30 минут а синюшность верхней половины лица верхней половины тела если это крупная тромбоэмболия то смерть будет достаточно быстрой до приезда скорой вскрытие всегда надо править в таких случаях по наблюдениям при оказании первой помощи если это крупная тромбоэмболия легочной артерии мы приезжаем уже на погибшего человека также этот фельдшер отметил что в большинстве случаев пациент не теряет сознание и может отвечать на вопросы врачей цитата такого чтобы пациент был без сознания и продолжал дышать я не видел ни разу как правило находится в сознании такого подобного толка пациент до последнего момента он часто дышит субъективно понимает что воздуха ему не хватает кровь не проходит через тромб не заполняется кислородом из легких которые нормально туда подается врач антезиолог реаниматолог александр полупан входивший в консилиум который работал с алексеем навальным омске после отравления в двадцатом году а затем регулярно консультировал соратников оппозиционера рассказал что политика не было никаких рисков для образования тромбоэмболии ранее о том что у навального в колонии якобы оторвался тромб сообщили именно из этой самой полярный волк так называется та самая колония где находился сам навальный но здесь конечно нужно обсудить ужасные детали содержания самого алексея навального в этих самых колониях навального эта цитата фактически запытали до смерти так заявила правозащитница ольга романова конечно это убийство навального и нет никакой причины не узнать заказчика заказчика зовут путин владимир владимирович заказ на убийство навального никто не отменял и вот заказ исполнен так заявила правозащитница навальный систематически подвергался пыткам в колонии его постоянно помещали в шизо за время заключения оппозиционера 27 раз отправляли в штрафной изолятор в последний раз это случилось в день всех влюбленных 14 февраля ему дали 15 суток в сумме он должен был провести в шизо 308 дней 2 января алексей навальный просил перевести ему в медсанчасть связи с резким ухудшением здоровья у него неделю держалась температура и кашель было повышено давление но администрация колонии этого не разрешила навального намеренно заражали 17 апреля 23 года в камеру к навальному поселили осужденного татарченко бомжа доведенного до совершенно животного состояния так рассказывал адвокат навального в один кобзев навальный отказался заходить в камеру из-за специфического запаха но вертухай насильно затащили его туда его пытали светом и не давали спать в камере оппозиционера практически никогда не было естественного света его заменили на искусственный оппозиционер жаловался на невозможность нормально из-за этого поспать но колония проводила замеры утверждала что все в порядке я напомню в шизо это маленькая камера где невозможно нормально не дышать и нет нормального отопления где систематически холодно где невозможно регулярно нормально проводить какие-то физические элементарные упражнения присесть пристать то есть человека пытали часть человека намеренно доводили до абсолютно безумного состояния именно таким образом алексея навального убили сейчас по всем новостям идут просто миллион соболезнований от различных лидеров различных стран джо байден заявил следующие цитаты и он сделал большое заявление по поводу смерти навального и он значит выступил с официальным заявлением американский президент подчеркнул что даже в тюрьме оппозиционер оставался голосом правда смерть навального еще раз продемонстрировала жестокость путина владимир зеленский тоже отреагировал на случай 6 и президент украины заявил что навального убил путин и на этом он не остановится глава фонда борьбы с коррупцией иван жданов заявил что смерть навального политического убийства и заказал его путин из каждого угла отрубят про политическое убийство из каждого угла отрубят про несправедливость путинского режима из каждого угла, из каждого официального какого-то источника несут эту всю информацию. Ощущение такое, что это все бессмысленно. Америка сказала, что сейчас они приведут дополнительные жесткие санкции в свете убийства Навального. Ну и что? К чему это все приведет? Почему не вводят действительно санкции, которые помогут, я не знаю, сделать что-то с режимом Путина, сделать что-то, что Путин не сможет продолжать производить военное вооружение, продолжать уничтожать Украину, продолжать уничтожать собственных людей, которые хотят жить свободно, которые имеют право на это и которые эту самую свободу не получают? Почему идут одни лишь разговоры? Почему нет жестоких и жестких санкций, которые действительно работают? Более 19 тысяч санкций было применено по отношению к России. И что? По факту что? Война идет, людей в России убивают, людям в России не дают права голоса, свободы нет никакой. Закошмарили всю страну. Санкции, очередные санкции. Какие санкции? Почему не вводят действительно действующие санкции, которые могли бы хоть как-то притормозить действия кровавого диктатора Путина? У меня один вопрос. Почему не вводят действительно самые настоящие санкции? По всей Европе, по Америке, огромное количество российских городов, огромное количество людей вышли на митинги, на эти, несут цветы к памятникам политических репрессий, их задерживают, их разгоняют. По факту что? Вы знаете, для меня вот это вот ужасное состояние вот внутри, вот это вот черное состояние, когда ты понимаешь, что по факту смерть Навального это та точка невозврата. Этот Рубикон пройдет, ребят. И если я вот лично мой прогноз как абсолютнейшего человека, далекого от политики, я предполагал, что действительно жестокие и жесткие закручивания гаек будут сразу после того, как Владимира Путина изберут на пост диктатор Российской Федерации, сразу после выборов, то сейчас я понимаю, что смерть Навального, наверное, смешала все карты Кремля и, скорее всего, самые страшные вот эти вот... 37-й год, кровавый террор, красный террор, который был в 37-м году в России, такой же сейчас произойдет вот прямо сейчас, потому что народ, народ, конечно, в шоке, народ в слезах, народ в полнейшей фрустрации, просто вырвали сердце свободы, можно даже так сказать, потому что, ну, не было другого человека, который заменил бы Навального на посту лидера оппозиции. Человек, который действительно ратовал за демократические изменения в Российской Федерации, человек, который действительно хотел бы тех самых изменений. Нет замены, нет замены сейчас, всех пересажали, а действительно такой глыбы, политической глыбы, какой был Алексей Навальный, нету, и это сделали они ужасно цинично. В тюрьме просто замучили человека до смерти. Меня отпускает такая мысль, что если замучили человека формата Навального, его должны были оберегать, заботиться должны были о его здоровье, а по факту что? Если Навального убили в тюрьме, что тогда будет с обыкновенными людьми, которые просто выходят с плакатами, на которые не имеют полное право, они имеют право требовать от своего государства, которому они платят налоги, они имеют право требовать, чтобы их услышали, чтобы произошли какие-то изменения. Конечно, понеслась абсолютно жутчайшая пропаганда со стороны Кремля. Настоящий сбор клоунов, и это самый сбор клоунов, открыл спикер Госдумы Володин, обвинив в смерти Навального, конечно, Вашингтон и Брюссель. Причину установят судминэксперты. Это прямая цитата Володина. Но когда они дождались результатов, звучат как под копирку обвинения и заявления политиков и глав недружественных государств. Прежде надо ответить на вопрос, кому сегодня выгодна смерть Навального, совершенно очевидно. И дальше по пунктам. Тем, кто ввел более 19 тысяч санкций против России, ставя цель разорвать ее экономику в клочья. Тем, кто проигрывает войну на Украине. Тем, кого не поддерживает собственное население и нет шансов выиграть выборы, но при этом хочется удержать власть любыми способами. Тем, кто жаждет захватить золото-валютные ресурсы нашей страны. Тем, кто хочет уничтожить Россию, делая все, чтобы остановить ее развитие. Забавно, правда? Каждый пункт, каждый пункт, который перечислил Володин, можно применить к путинской этой самой шайке-лейке и к этому самому ужаснейшему кровавому диктатору. Путину Михаил Делягин, депутат Государственной Думы. Смерть Навального производит впечатление феерического пробоя системы безопасности. Похоже, западная цензура дотянулась таки до всеми забытого Навального. Хотя мог умереть и сам. Климат тяжелый, прививки от короны по фигуре судья за собой на гражданке не следил. Плюс психологический шок от краха надежды стать новым Ельцином. Ну уж больно вовремя. Вторая половина февраля, о которой я предупреждал, что по нам будут бить к выборам, началось. Поздравляю. О дееспособности бюрократии свидетельствуют то, что закрыть человека от внешних спецов не могут даже на зоне. Про позор говорить уже поздно. Это следующий этап. Сейчас официальные лица Кремля утверждают, что именно Америка и демократический Запад убили Алексея Навального, потому что нужна была, видимо, по Кремлю сакральная жертва, которая это должна. Я не знаю, что. Я не знаю, какую идею они пытаются сейчас протолкнуть. Сейчас же пошла вот эта вот жуткая риторика на федеральных каналах, что вот только что Навальный умер, только что заявили о его смерти, и буквально вся планета написала об этом. То есть якобы Запад готовился к его смерти, и как только Запад и Америка убили Навального, сразу вышли похоронки и возмущения Запада. Смерти Навального ждали. Ребята, смерть Навального, она была неизбежна. Как ни ужасно это не звучит. До последнего не верилось. До последнего в мозгу отказывалась вот укладываться вот эта вот мысль, что Навальный вдруг выживет и на какой-то момент станет свободным человеком. По факту, когда это случилось, лично у меня был шок слишком рано, слишком несправедливо, и причины смерти, они будут скрываться. Мы никогда не узнаем, каким именно способом был убит Навальный. Конечно, это не тромб, никакой это не тромб. Мать Навального отказалась комментировать это все, сказала, что сын до последнего дня был в хорошем и достаточно бодром состоянии. Опять же, симптомы, которые, как описывали, случились у Навального в его последний день, они не соответствуют тромбу. Тромб, повторюсь, это классика жанра. Те, кто углубляются в систему ВСИН, они знают, что легче всего Федеральной исполнительной службе наказания заявить о тромбе, потому что это практически нельзя проверить, даже с помощью вскрытия, если вскрытие произошло слишком поздно. Абсолютно шокирующая новость, которая лично меня ввела в абсолютнейший ступор. Прошу прощения, сегодня у нас вот такое вот видео без вставок, без каких-то юморных моментов, без ничего. Это просто экстренный выпуск, который вообще сегодня выпуска не должно было быть. Не могли мы пройти мимо, не могли мы не прокомментировать. И хотелось сконцентрироваться вот в этом выпуске именно на причинах и несоответствиях, на вранье системы ВСИН и Кремля, потому что слишком много несоответствия. Мы не будем сейчас перечислять миллион просто соболезнований и возмущенных криков из Европы и Америки от первых лиц государства. Я хотел здесь поднять тему именно по какой причине умер Алексей Навальный, каким способом его убили. Каким способом его убили, мы никогда не узнаем. Но ту информацию, которую нам выдали, это сплошная, ничем не прикрытая ложь. Это просто абсолютно ужасная ситуация. И для меня, вот смотря на всю на эту тему, я думаю, что таким образом Кремлю развяжут руки, потому что Кремль сейчас увидит, что по факту, ну не выйдет русский народ на улицу, ну не будет революции, не случится ничего того, что Путину стоило бы опасаться. Это вот в крови русского человека сидеть до последнего, ждать и смотреть, как его уничтожают, как забирают последние конституционные права. Ничто не случится ни под каким видом. Интересную мысль сказал Дудь. Он написал большой текст. Герой, который спас миллионы человеческих душ. Убит Алексей Навальный. После первых новостей об этом разлетелся отрывок из фильма Навальный. Там Алексей спрашивает, какое послание ты оставишь, если тебя убьют? Его ответ, это не совсем последняя воля, но считаю, необходимо ей последовать. Поэтому пусть и через сверхусилия, никакого уныния. Политика путинской России, что ранней, что особенно сегодняшней, выстроена на страхе. Сначала пугали богатых, потом всех подряд. Получилось эффективно. Навальный был одним из тех, кто не боялся. И точно самым известным из тех, кто не боялся. Путин, Пригожин, Золотов. Потенциальные проблемы от любого из них не мешали ему говорить то, что он думает. И для многих это было примером. Возвращение домой в январе 21 года совершенно иной уровень мужественности и личного примера. Это официальная явленная суперсила. Тебя только что отравили боевым ядом. Ты признанный лидер оппозиции. Тебе вроде как нечего доказывать, но ты все равно делаешь шаг навстречу чудовищу, которое захватило твой дом и поджидает тебя у порога. А потом, оказавшись за стенках, ты легок инициативен, не сгибаем. Он много говорит про сигнал, который подавал Навальный. Он много говорил про мужественность Навального. Я много думал на эту тему. И мне кажется, больше пользы Навальный бы принес, находясь за границей и являясь действительно тем самым рупором свободы и демократии для россиян, чем своим мужеством и в итоге смертью. Он вроде как всколыхнул, он вроде как поднял на какой-то момент именно людей в России. Но по факту эта смерть ничего не изменит. Это убийство ничего не изменит. Человека больше нет. Люди поплачут, люди выходят в майках там с плакатами, их похватают, покидают по всяким СИЗО, заведут возможно уголовные дела. В большом счете это не изменит ничего. Здесь сложная ситуация. Ничего не делать и совсем соглашаться или делать какие-то попытки и все равно как-то говорить о своем несогласии. Это тоже нужно. Но по факту вот то, что сейчас мы наблюдаем на территории России, это полнейшая тюрьма в первую очередь для своего народа. И люди категорически ничего не смогут изменить. Ничего они не изменят. И вот этим вот убийством Навального и как следствие отсутствием действительно протестных каких-то волеизъявлений народа России. Таким образом люди только развяжут руки Путину и тот пойдет во все тяжкие. Знаете, я думал, всегда думал, что ютуб, я ютубер, ребят, я не политик, да. Я всегда думал, полная блокировка ютуба на территории России, это сможет поднять народ. Ну типа люди пойдут возмущаться на улице, а по факту, что даже смерть Навального, туда я даже не замахивался. Убийство Навального, это вам, пожалуйста, не блокировка ютуба. И то ничего не случится. Вот после смерти Навального сейчас будет блокировка ютуб, и это вообще пойдет как дроби по слону, потому что никто ничего больше не сделает. Все закошмарены. А вы знаете, помните того самого невменяемого мужика из Невиномыска, мэр города Невиномыска. Для меня это олицетворение всей российской политики. Вот его мнение по поводу убийства Навального. Друзья, ну вот, хочу сказать, вообще какой-то ужас творится, там, топ-яндек читаю, там, на первом месте. Какой-то пытался развалить страну, качая ее изнутри, обманывая всех, играя, там, в свои игры, рассылая, там, и будоража своими смс-ками и болотными, там, не знаю, молодежь, там, людей, которые что-то не поняли. Ну, пи***, по большому счету, урод, кто не любит свою страну. Значит, вот как-то вот он погиб и погиб, да. В Белгороде, где погибают люди, в Шебекино, в Новороссии, в Донбассе, значит, уже так привыкать начали. А тут какой-то пи***, по-другому не говоришь. Урод, умер. Царство небесное. Грустно, конечно. Друзья, уверен, что эта ситуация сегодня к отношению к нашей, до конца к нашей той трагедии, которая сегодня идет, у всех в конечном итоге встанет на первое место. Ребят, я попрошу, как бы, всех. Ну, мы же общество, мы страна, Россия. Грустно, конечно, но уверен, что мы победим. Уверен, все эти там всякие гамма, там, которые бегают там по Европе, в Америке, все-таки очнутся и поймут, не надо лезть у нас в страну. Сами разберемся. Заявления уже делают тут какие-то там на весь мир там. Там целое там первое лицо одного государства, второе там. Вот там в России умер. Потому что он предатель, негодяй. Душа у него не выдержала и ушел. Растыдно стало ему. Не хочу никому, дорогие друзья, ничего сказать ни о ком. Плохого. Ну, ребенок в коляске погиб. Несколько дней назад в Белгороде. Нормальный человек, ну, отойти от этого не может. Да, я, честно говоря, смотрю, знаю близко белгородских. Много друзей. Общаюсь с ними каждый день. Мы с вами, белгородские. Всегда, в любое время. Мы с вами. И вот такое вот быдло, которое не стесняется ни в выражениях, ни в экспрессиях. Это сейчас лицо российской политики. Матерятся все. От Медведева до, прости господи, мэра Невиномыска. Все безнаказаны. Никто не бережет свою политическую репутацию. Всем плевать. Все рубят с плеча. Мерзость. Самая настоящая, приотвратительнейшая мерзость. Ничего более отвратительного я не видел в своей жизни. И самое ужасное, что гигантская страна с гигантским населением все проглатывает. Совсем соглашается. Ничего не изменится. Знаете, хотелось бы, чтобы вот этот вот потухший маяк свободы и демократии, Алексей Навальный, его кончина хотя бы как-то поменяла тот строй, который сейчас в России. Ничего не поменяется. И мне кажется, вот это вот покорное согласие с собственными реалиями, это только хороший показатель для Кремля и непосредственно для Путина, что можно делать абсолютно все. Все. На все тысячу процентов. И по факту это ничего не поменяет. И таким образом вы только развязываете руки собственному диктатору. Мои соболезнования родным и близким Навального. Мои соболезнования всем россиянам, которые вчера похоронили собственную свободу. Давайте пообщаемся в комментариях. Мне очень будет интересно послушать ваше мнение. Берегите себя. Делайте уроки. Выводы делайте. На примере вот этого абсолютнейшего безумия, во что провалилась Российская Федерация. В Милане буквально на днях встречался с русскими и говорят, господи, в 18-м году какая была восхитительная Россия. Тогда в 18-м году была эта Олимпиада или что там было, да? Когда это было? И они говорят, там какой-то мексиканец или кто-то там кричал, Россия крутая. И тогда это попало вот в эту вирусную тему, да? И тогда все русские гордились своей страной, наслаждались свободами, наслаждались своей восхитительной родиной. И сейчас, когда общаешься с русскими в Европе, они говорят, мы как побитые котята здесь. Это нация, которую руки не хотят подать. И не говорите мне, что у меня, а вот у меня не так. Ну у вас не так, а у кого-то так. И по своему маленькому мерку, как привыкли судить русские, не надо судить о общей нации, о всей нации не нужно судить по жизненному опыту своего маленького мерка, по жизненному опыту других таких же россиян, которые проходят через ад. Ужасные новости, ужасный спецвыпуск. Берегите себя, подписывайтесь, ставьте лайки. Ужасно, ужасно, все это просто ужасно. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Конечно, легче жилось, когда он был жив, даже он сидел в тюрьме, жилось легче. Была какая-то надежда. Мы все как-то просто заочно думали, что он когда-то выйдет, когда-то случится какая-то магическая амнистия. Никто не объяснял, как это будет, как это случится. Все говорили, что Леша сильный, Леша справится. Были, конечно, планы вернуться в Россию, потому что это твоя родина. Я благодарна этой стране, но это не то. Я родилась там, где я родилась, и я хочу там жить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!